Всем привет! У нас уже наконец-то наступила весна, зима закончилась и вот теперь можно уже подытожить вот этот сезон зимний, отопительный сезон, который прошел. И можно уже рассказать об отоплении в каркасном доме, то есть это реальный отзыв о проживании. И скажу, что есть возможность у нас сравнить. Мы до этого жили в городской квартире и получается, что зима у нас полноценная, не такая, как в теплых странах. То есть у нас приблизительно полгода где-то стабильно выпадает снег и минусовые температуры. Бывают, конечно, некоторые зимы такие, может быть, чуть-чуть теплее, но в основном такая обычная стандартная зима, это полгода стабильно холодно. И вот отопление, когда мы жили в квартире, у нас все время был отопительный сезон, это тоже ровно полгода. То есть 15 октября включали отопление и 15 апреля его выключали. И бывали даже такие моменты, что, ну, как всегда, в последний момент начинались какие-то испытания вот этой отопительной системы, городской, какие-то ремонтные работы. В общем, они, как всегда, там не успевали. Бывало такое, что включали не 15 октября, а, например, там 20 или 25. И скажу, что очень часто это сильно мы как бы ощущали и испытывали дискомфорт. По поводу этого уже было холодно, то есть в октябре в квартире, если не топить, было реально очень холодно. Если же там, например, отопления не было в ноябре, там, например, аварийная ситуация, то это вообще уже была катастрофа. И даже нельзя было согреться как бы ничем, какими-то электрическими приборами. Почему? Потому что если отопление пропадало во всем доме, как бы все включали одновременно электрические приборы. И понятно, что в щитовой срабатывала защита, и как бы все, этот вариант тоже не работал. Теперь расскажу по поводу вот каркасного дома. У нас, получается, здесь в этом доме утепление 30 сантиметров минеральной ваты. И сделано два каркаса. Один каркас сделан наружный, он силовой, он несущий, на нем смонтирован фасад. И второй каркас внутри дома для отделочных материалов, то есть на него накручивается гипсокартон. Ну и, в общем, дальше идет отделка. И вот этот слой ваты сплошной внутри, он составляет у нас 20 сантиметров. Мы специально так сделали, чтобы не было мостиков холода, для того, чтобы увеличить эффективность, как бы, вот этого утепления. Плюс к этому всему, у нас еще на втором этаже, та же бит алюминиевой пленкой такой, которая делается вот в саунах, в банях, вот применяется для того, чтобы дополнительно, как бы, сделать такой слой теплоизоляции. Она по цене, получается, ну, практически в ту же цену, что и парабарьер. Ну, как бы, она имеет еще такой дополнительный вот этот эффект, отражающий. И вот, если сравнить с квартирой городской, то у нас в каркасном доме наш отопительный сезон был, ну, всего лишь где-то два месяца. Два месяца, может, там, два с половиной, вот так. Даже были такие месяца, когда, ну, температура колебалась, то есть она не была все время одинаковой в течение месяца. И если температура, ну, в среднем, такая среднесуточная была около нуля, то мы отопление вообще не включали, то есть не пользовались. Если же температура уже заходила, как бы, в минуса, то есть среднесуточная была, там, ну, минус пять, то есть она, как бы, колебалась, там, ну, где-то от нуля днем, там, ну, минус семи, там, может быть, минус десяти ночью, то в такие дни, как бы, мы уже включали отопление, но потом, если следующий день был, там, чуть теплее, нам приходилось его выключать. Ну скажу еще, что отопление наше, в чем заключалось вообще все наше отопление, как такового у нас нет отопления в традиционном понимании этого, то есть у нас нет никакого там ни котла, ни батарей, ничего, то есть все отопление наше состоит из масляного радиатора, и то мы его включаем на первую ступень, там две ступени 400 ватт и 600 ватт. Вот мы на две ступени даже его не включаем, включаем первую ступень 400 ватт, там режим такой где-то наполовину, может там чуть больше половины, ну в общем все в таком режиме работает. Конечно, важную роль играет то, что у нас дома все время кто-то находится, жена на кухне там что-то готовит, у нас все время работают телевизоры, компьютеры, в общем вся эта техника, конечно, тоже выделяет тепло в окружающую среду, люди выделяют тепло. Ну и дополнительно, как бы, ну совсем немного приходится вот отапливать, подогревать, для того, чтобы поддерживать комфортную температуру. По деньгам скажу так, что получалось, что, ну, самый больше, может там, ну где-то гривен 400, вот так вот получалось там, ну сверху. Мы, как таковое, как бы, отопление даже не можем вычислить, почему? Потому что мы электричеством топим, и у нас, как бы, на электричестве вообще все завязано. И плюс, как бы, к этому отоплению мы еще дополнительно включали обогрев для скважины, чтобы скважина не замерзала. Мы не делали кессон для скважины, то есть мы не делали такой вот этот колодец при ямах, и туда ничего не прятали. У нас вся вот эта разводка труб идет снаружи, и мы сделали это туда водо... то есть самонагревающий, саморегулирующийся кабель, такой термокабель, который подогревает. Утеплили эту трубу, и, в общем, сам кессон не делали. То есть вот этот кабель тоже зимой мы включаем в розетку, там идет небольшая мощность, по-моему, там, ну такая, до 100 Вт, в общем. Ну, в общем, когда вот минусовые температуры, мы включаем вот этот подогрев трубы этой водопроводной, и плюс отопление в доме. Ну, и вот, если сравнить с летними месяцами, то разница составляет, ну, где-то там 400 гривен максимум. Это вот когда были морозы, то тогда была разница 400 гривен. А так, если там поменьше, то там, ну, 200, там, 300 гривен, ну, вот так вот. В общем, скажу, что если сравнить с традиционным домом, вот у нас, например, приезжал Тесьма, жены моей, папа, и он всего-то все жаловался, у него традиционный дом кирпичный, ну, причем тоже небольшой по площади, примерно такой же, как у нас. У нас, получается, 50 квадратов, вот, та площадь, где мы живем, это полдома. А у него тоже такая площадь приблизительно, 50 квадратов, но это традиционный дом каменный, и он топит газом, и вот он говорил, что очень дорого ему это обходится, где-то около 3000 гривен в месяц получается. Это при том, что он говорит, он топит не все время, когда он лежат из дома, вообще отопление выключает, когда он дома, он его включает на минимум, при этом в доме у него нету такой комфортной температуры, какой бы он хотел, то есть он все время жалуется, что вот он ходит одетый, спит, одетый там под двумя одеялами, и, в общем, все равно, несмотря на все это, вот эта вот оплата за отопление, как бы, ну, слишком большая за газ, очень большой расход. В общем, если подытожить все это, что я сказал, то, конечно, каркасный дом, он по своим теплоизоляционным свойствам, ну, просто он вне конкуренции, он, конечно, оставляет далеко позади вот эти каменные дома, кирпичные дома, даже те, которые там утеплены пенопластом, там, 50 миллиметров, 70, 100, ну, если там каменный дом утеплен 100 миллиметров пенопластом, то это уже, ну, как бы, что-то, хотя бы что-то. Ну, с 300 миллиметрами ватты, конечно, это все не сравнится, и каркасный дом, несмотря на то, что он имеет, конечно, и свои недостатки, мы об этом тоже будем говорить, но вот это одно из его таких больших достоинств, что экономия на отоплении, то есть отопление как таковое, можно сказать, что вообще попросту отсутствует. Мы ставили для себя еще газовый конвектор, на всякий случай, 4 киловатт, и все время, как бы, знаете, преследует такой страх, что вдруг будет какая-то такая аномальная подборода зимой, и выключат свет, и вот для такой, как бы, аварийной ситуации поставили газовый конвектор 4 киловатта, но так нам и не пришлось им пользоваться, и даже вот просто топить им тоже неудобно, потому что у него мощность 4 киловатта, и он очень быстро, ну, как бы, все разогревает, и становится слишком жарко, то есть его, если там включать, то можно включить, там, буквально, там, 15 минут, 15-20, и все, он быстро очень прогревает весь дом, и все, мы его выключаем. И вот эти все приборы нагреватели, о которых я говорил, они все расположены на первом этаже, на втором этаже у нас нет вообще ничего, даже эти масляные обогреватели мы не ставим, теплый воздух сам поднимается на второй этаж, и более того, что мы не ставим туда нагревательные приборы, мы, плюс к этому всему, пришлось нам еще подцепить штору на лестницу, для того, чтобы теплый воздух не поднимался наверх, потому что теплый воздух поднимается весь наверх, и у нас получалась такая разница в температурах, то есть если внизу была температура, там, например, плюс 20, то наверху уже была там плюс 27, плюс 28 зимой, и было слишком жарко, поэтому мы повесили штору, и наверху стало немножко прохладнее. В общем, такая ситуация в каркасном доме, мы вешали штору, чтобы зимой наверху на втором этаже было немножко прохладнее, и открывали окна, вот когда температура, например, там была там ну 0, плюс 5, вот где-то в этих пределах колебалось, ну как бы все, мы уже спали с открытыми на проветривание окнами, потому что так же спать было слишком жарко. Конечно, летом, мы когда здесь жили летом, то у нас так совпало, что вот у нас 4 спальни на втором этаже, 2 со стороны брата моего, и 2 вот с нашей стороны спальни, и вот наша именно спальня попала так на юго-западную сторону, и получается, что у нас самый такой жаркий угол, который есть, и, конечно, зимой это хорошо, зимой мы комфортно очень себя чувствовали, все время окна открывали, жарко было, но летом, я так думаю, что будем ставить кондиционер, потому что прошлым летом температура доходила там больше 30 градусов, и как бы некомфортно я себя чувствовал, открытые окна не помогают, вентилятор тоже не помогает, так что буду ставить, вот сейчас уже подыскивать кондиционер, буду ставить себе кондиционер. Ну, в общем, вот такой был отзыв о отоплении в каркасном доме, и смотрите дальше, мы будем рассказывать еще о стоимости каркасного дома, сколько стоит его построить, как это сделать, как это можно сделать самому, в общем, все, подписывайтесь на наш канал, там в правом нижнем углу есть значок у нас подписаться, красный такой значок, YouTube, в общем, все, ждите новых выпусков, до новых встреч, пока!